get fun на связи часто меня просят переделать видео о старых кораблях и рассказать о них в условиях актуального рандома потому дальше предлагаю вспомнить про исключительно сильный но недооцененный эсминец японии окизуки и про то как на нем необходимо сражаться в условиях актуального рандома ну а если идея с пересмотром вам нравится то можете поддержать ролик лайком и написать какой корабль требует срочного пересмотра я же тем временем поблагодарю бустеров которые поддерживают канал во время выключенной монетизации если тоже нравится видео и не хотите чтобы они пропали то вступайте в наше морское братство бустеров и получайте ранний доступ к обзорам и розыгрышам ссылочки в комментариях ну а я тем временем коротко изложу суть 8 уровень ветки хоругума переломный так как окизуки не похож ни капли на предшественников и местами даже кажется убог ужасная подвижность исключительная рельсоподобность делает его уязвимом как для артиллерии так и для торпед так что уйти в порт на нем при неправильной тактике легче чем на многих других эсминцах но 4 трубный торпедный аппарат даже с расходником ускоренной перезарядки не дает наварить опасный торпедный супец потому сразу становится понятно что в обычной тактике эсминец показывает себя неудовлетворительно и все потому что его сила это артиллерия 100 миллиметровки с шикарной скорострельностью и повышенным пробоем под огнем которых любой противник тает быстро реализацию это артиллерии можно глянуть на стриме по подсказке где случился весьма показательный бой на эту тему ну а если вы не перейдете то коротко отмечу главное наша задача как эсминца для высоких результатов это поиск и сохранение возможностей нанесения дамага при помощи дымов островов ну и других хитростей ветераны канала скорее всего скажут что информация там вода возможно это так и эта информация была озвучена только лишь для новичков если они только-только знакомятся с веткой ну а для всех остальных я проговорил это только для того чтобы подчеркнуть важное изменение в билдо строение вот подводных лодок стал последний капли для меня после чего я решил что пора отказываться от заточки в охотника за эсминцами на кизуки и переквалифицировать корабль в сугубо нанесение урона и живучесть так как в этом направлении эсминец показывает определенно высокую эффективность так что берем на старте торпеды следом скорострельность и дальность стрельбы потом маскировку инерционку и живучесть только поймите меня правильно я сейчас не говорю что борьба за точки и уничтожение эсминцев перестали считаться коньком о кизуки нет и докажу это в сражении дальше просто хочется подчеркнуть то что упарываться в этом направлении сейчас стало заметно сложнее и существенно опасным да и рандом после появления подводных лодок нередко дольше идет на сближение в таких условиях перк на увеличение дальность стрельбы стал куда более актуальным нежели перинг или бесстрашный которого я раньше брал и сам и рекомендовал другим то есть современном рандоме считаю что а кизуки это все та же самая бешеная пила рама что и раньше вот только действовать на ней необходимо осторожней что надеюсь будет интересно вам в следующем сражении подвижность ну такая себе то есть это такой знаете трамвай эсминец которых очень любят кушать вражеские торпеды и для нас как для игрока тут главная задача в том то чтобы эти самые торпеды попытаться не сожрать хотя я глядя на вражескую команду понимаю что сделать это будет отчасти сложно смотреть бенхам торпедный супец 44 торпедный супец как гера торпедный супец да так что открытое пространство откровенно говоря мне сейчас нравится мало то есть я бы вот на самом деле не стал бы увлекаться сражением за точку д но знаете давайте вот так это все таки командная игра давайте скажем вот команда нам нужна помощь будем бы воевать за точку д ток вы и вы не убегайте покажем здоровский универсал вообще то что он тебе выпал я я за тебя рад корабль хороший тебе попался так смотрите сразу что меня пугает и негодует в это посмотрите отсюда уже бегут большие корабли хотя еще никого не успели засветить но они такие нет мы как бы это тут не планируем вы только посмотрите все дымы форсаж бежим отсюда иначе еще немножко и я стану корму знаете есть такая вот тема у эсминцев можно до последнего экономить и дымы и отправиться в порта когда у тебя еще много всякого разного да то есть защитного потенциала но ты уже в порту и тебе на это плевать ой 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 как ой как страшно было так как бенхам ты сердечко заставил моё очень и очень очень сильно биться ух да так вот знаете почему я сразу решил в дымы воткнуться потому что как бы три эсминца ничего хорошего это для нас несет да это даже видите не только три эсминца тут шесть-семь семь до 77 противников на фланге объективно говоря на этом фланге ну неправильно действовать от атаки надо думать от о том как бы нам выйти в защиту и собственно говоря дымы это первый шаг защиту закидываю на отходе торпеды по руперту не знаю если смысл стрелять просто ну сколько мы ему залп снесем тысяча две три а сколько мы получим по лицу скорее всего больше даже давайте чуть 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 потерпим нельзя давать вот этой огромной толпе нас безопасно для себя уничтожать ваще не но и бежать сюда нет смысла потому что ну блин а кого с кем мы там воевать будем вот вот наши противники они уже тут нам главное ай 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 нам главное найти возможность вовремя так сказать на контратаку уйти смотрите бэнхэм ушел уже ушел с нашего фланга и это неплохо кстати сейчас вот подсвечиваю именно я да то есть в принципе это можно было заметить то что урон по разведанным растет да все смотрите видите часть противников ушла бэнхэм ушел интересно где 44 у меня тут знаете ну ладно ригу я откровенно говоря боюсь не так сильно я практически не боюсь а можно попытаться рискнуть и навязать какой-нибудь такой бой от артиллерии на край на край смотрите можно сейчас от маневрироваться и вау от маневрироваться и уходить но знаете если наш союзник рожала ралас я считаю что надо этим аэрласом давали но этим аэрласом пользоваться и валю кагера в первую очередь просто потому что ну он он уже был заш подловлен у него хп было меньше да все таки хорошо бы сражение нам минусовать стволы меньше противников меньше возможностей подловить так скажем это 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 неприятную торпедный пуск с ригой давайте не будем расслабляться не исключено что у него раласочкой готова хотя я бы на его месте наверно уже прожал была бы она готова оба наверно нас бы уже засветил все нет эсминца ну чё леончик как у тебя дела 44 сейчас знаете уже наверное понял он совсем он совсем тут они находятся в формате охотника и вот теперь потеряв поддержку риге я думал будет думать как бы отсюда уйти пусть уходит знаете чем проблема сейчас вот этого леона он в принципе не понимает что да то есть мои дыма они могут работать и на него он ведет бой ну видимо желая нанести по как можно больше урона но при этом он сейчас подставляется под наши залпы и мы можем еще 30 секунд спокойно стоять и накидывать а план у нас кстати такой сейчас заканчиваются дымы и я иду на захват точки но слушайте 44 конечно дерзкий и конечно дерзкий 44 я вам скажу прямо хохо но ничего ничего с ним кстати будет воевать попроще чем когера кстати еще момент почему когера стоило быстрее уничтожить то что когера есть перед нами преимущество в незаметности у 44 такого сильного преимущества нету поэтому диктовать какие-то знаете такие вот дуэльные истории нам будет сейчас с ним проще так что идем на точку и ждем что-то когда почему ли он пока что горит меня этого мне этого достаточно бой куда будем вести блин не знаю давайте не наверно левый фланг не будем дать на правый фланг еще есть кого засветим а буду отворачивать направо почему так прошли все торпеды в славу азума будет закинута есть риск того то что случайно мы можем поймать совсем идущие не в нас торпеда мне такое не устраивает поэтому если видим и смит а вон 44 тут все все стало совсем легко просто понятно так теперь знаете у нас вопрос мы мы будем бенхам уничтожать или нам домашка нужна я думаю что нам нужен топ-3 у нас задача как бы в топ-3 взять а да и наибольшее количество опыта у нас у тут вот будет да еще и бенхам тут как бы забыл в какой-то момент про нас а 44 наверно жалеет что решил повоевать не с нами не бенхам не успеет отсюда идти он вот тут вот будет идти идем на сближение ух ты владивосток нежданно-негадана торпеда туда да я понимаю сушить я наверно не угадал и бенхам все-таки смог зациркулировать вернуться на c наш я уже ожидал боя обои нет ну ладно смотри сюда идем на цепи захватывает тоже форм опыта какой-никакой не такой приятный как уничтожение бенхама откровенно говоря но тем не менее 2 чем вы знаете какой-то так ты где там ты где наш сладкий пупс в дым и прыгаешь ладно все пошло не так не получится знаете и зайца съесть и лиона тоже ладно идем сюда опять же домашка на бенхаме больше даст по опыту чем ковыряние лиона тут главное нам знаете торпед не съесть движок сломали чуть-чуть знаете раньше надо было тормозить стадо и точку бы не садись и торпедку бы не съел увлекся но знаете дуэль с эсминцем торпеда на короткой дистанции это всегда риск вообще все могло быть куда хуже он мог больше торпед нас оставить и вообще уничтожить но благо что у него было достаточно много целей для действий скорее всего часть торпед было просто отправлено в вами в итоге бой закончился победой даже на фланге где изначально картина была уж очень печальный если итоге вас не впечатлили то напоминаю что более классический бой закрикивателя можно найти на стриме но в нем не так много рассуждений а тактики как тут потому я показываю в коротком видео именно это сражение кроме того получить 2300 опыта в турбине это не самая простая задача выполнение которой надеюсь тоже тянет на лайк на этом все надеюсь видео было вам полезно и интересно под конец видео выражаю особенные слова благодарности спонсором с бусте благодаря которым это видео вообще вышло в релиз в особенности адмиралом константину бучкову параноику слипу алексей емельянову чичипосу михаилу рубцову дмитрию виноградову и лейтенантом нантиксу артему маг марлину арнольду шорте гул страйдеру костику ташлыкову ивану данилка и уан фрозен apple благодаря вам а также другим подписчикам бусти канал на ю тубе жив несмотря на выключение монетизации и продолжат радовать всех зрителей новостями и обзорами но на этом точно все до связи и пока пока